Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перопетом или же Александр! И сегодня мы вместе с вами поиграем в настоящий симулятор жизни, в котором мы будем жить в квартире, общаться с людьми, находить и устраиваться на работу, и всячески выживать в городе. Игра называется Денизин, и давайте начинать выбрать персонажа, либо тёмный чувак, либо светлая женщина. Ну, давайте возьмём чувака, так и быть, я ж чувак. Вы можете арендовать или купить несколько домов по всему городу, каждый из которых чё-то может. Моя новая квартира, я уже забрал часть мебели, когда вчера посетил восточную сторону до начала строительства дороги. Мне нужно только всё распаковать, чтобы было где спать. После этого я должен достать свой телефон и поискать работу, чтобы не пропустить следующий платёж за квартиру. И да, друзья, вот мы и появились в нашей квартирке. Она новая, место жительства, это ваша резиденция, это ваш дом, который можно персонализировать, используя мебель и отделочные материалы из местных магазинов. Стены и полы в каждой комнате можно оформить по своему вкусу. Вы можете пользоваться умывальником, чтобы поддерживать свои потребности и установить кровать для сна, чтобы сохранить достигнутый прогресс и оставаться энергичным. Понятно. Спасибо. Понятно. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас есть. Во-первых, я бы хотел поставить... У нас 24 бакса. Не густо. Во-первых, я бы хотел поставить вот эту роскошную кроватку. А чё, как-то её можно ближе вот так вот как-то и повернуть бы вот так? Во, вроде бы нормально. Вроде бы нормально получилось. Отлично. Люблю спать возле стены. Ваш доступ в определённые места и право на получение некоторых рабочих мест определяется вашим внешним видом. Вы можете изменить свой внешний вид, воспользовавшись гардеробом. Прикольно. То есть меня не возьмут на нормальную работу, если я буду выглядеть как бомжара. Логично. Нужно в солидное место приходить в солидной одежде. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ну, у нас пока выбор не густой. Нормально. Такой хипстер у нас получается. В принципе, устраивает. И вот, друзья, вы спросите, зачем вот это пространство? Ну, для того, чтобы складывать грязную одежду, там носки и прочее. Плюс возле стены я люблю спать, потому что ты не упадёшь с кровати. Если стена рядом, да. Я люблю возле стены спать. Что у нас ещё есть из вещей? Стул было бы неплохо поставить. И, друзья, если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну, а я поставлю сюда в угол этот стул, чтобы сидеть вечерком, читать книгу, размышлять о всяких штуках, слушать музыку и так далее. Отделок напольное покрытие применить. Вау, красиво, слушай. Сочетается со стулом. Что у нас ещё есть? Ещё один стул. Лотерейные билеты. Давай попробуем сыграть. Вдруг деньги там. Я выиграл денег? Я аж выиграл, да. Или надо, чтобы все в ряд попались? Похоже, что нет. Три. Я выиграл. Слушай, я выиграл. Три. У нас есть три. А, ну да. Я выиграл доллар. Ну, это тоже деньги, знаете ли, друзья? Это тоже деньги. Так, что у нас тут? Используем. Open, open. Вон пять баксов. Отлично. А, три в одной полоске должно быть. Не вертикально, а горизонтально. Я понял. Пять баксов приятно. Больше без ничего такого у нас нет. А, светильник давайте поставим куда-нибудь вот сюда, рядом со стулом. Будет выглядеть симпатично. Ну, и для холостяка вполне себе такая нормальная, уютная квартира. Есть холодильник, плита. Места, правда, маловато. Квартира студии. Оно у меня похожее. Так, давайте посмотрим, друзья, по поводу работы. Надо устраиваться на работу. Джобс. Пицца-мастер. Курьер. И садовник. Что ж, я не знаю, на какую работу я хотел бы устроиться. Я люблю пиццу, поэтому пойду работать в пиццерию. Вита-пицца ежедневно готовит вкусную пиццу с нуля для клиентов по всему городу. В настоящее время мы ищем идеального повара-пиццериста для работы на нашей кухне. В обязанности входит умение работать в быстро меняющейся обстановке. Ну, чё. Подали заявку на работу. Надеюсь, меня возьмут. Как бы, мне кажется, всех берут делать пиццу. Главное, опять же, чтобы как бомж не выглядел. Потому что всё-таки это общий пит. И давайте выйдем на улицу. Ха. А есть кто-то у меня из соседей? Нет. А, телефон. С помощью телефона вы можете проверять свои дела. Окей, новое сообщение получено. Что там у нас? Витапица. Спасибо за ваше заявление. Мы изучили ваши документы. И, похоже, вы отлично подойдёте на должность, на которую вы подали заявление. Вы начнёте с должности рабочего. И мы надеемся, что за образцовую работу вы будете вознаграждены повышением зарплаты и повышением по службе. Так, теперь нужно зайти в раздел работы. Пицца-кук. И выбрать время, когда мы будем работать. Ну, я не знаю. Давайте с 11 до 2. Я как бы, да, немного опоздал, но ничего. Из окна видел пиццу, пиццерию. Так, где выход? Слушай, а как выйти? Вот. Из окна видел пиццерию. Она прямо напротив нашего дома. Пойдём туда устроимся. Хотя, что это за чел? Ты хочешь пообщаться со мной? Как у вас дела сегодня? Мне нужна помощь, если у вас есть время. Подожди, Харви. У меня тут рабочий день начался. Я должен пиццу готовить. В городе можно найти разнообразную работу, включая подработки, побочные заработки и прочее. Так, вот она пицца. Смотрите. Хе-хе-хе-хе. Деньги! Ща будем делать пиццу и подъедать её. Добро пожаловать в вашу первую смену в качестве повара пиццерии. Чтобы начать работу, зайдите за прилавок. Окей. Так. Оба. Я могу в туалет ходить и умываться. Это здорово, друзья. Закрой. Э, как закрыть? Отлично. Прохода нет? Давайте зайдём сюда. И, я так понимаю, нам вот сюда. Приступаем. Возьмите из контейнера шар теста для пиццы и поместите его в зону приготовления. После добавления необходимых ингредиентов, поместите пиццу в печь для приготовления. Когда пицца будет готова, добавьте её в коробку для пиццы. Итак, нам нужно пепперони сделать. Ну шо, давай. Кладём тесто. Красиво. Дальше соус. Соус барбекю. Моцарелла. Специальный соус. Сюды. Моцарелла. Моцарелла? Лук? Моцарелла? Фета? Это не моцарелла, это гриб. Вот моцарелла, друзья. Я чеддер. Окей, ну и выглядит красиво. Можно уже закинуть в печь. Получится такая маргарита сырная. И как бы если она свежая, не засохшая, тёплая, прям бомба получается. Ну и давайте пепперони. Идеально. Моя любимая пепперони. Не знаю, как вы. Простая. Кетчуп. Ну, грубо говоря, соус. Сыр. И колбаса. Что ещё нужно для счастья? Я не знаю, друзья. Так, ну что. Это печка. Кстати, очень удобная вещь. Просто закинул. И сколько нужно времени, столько она там и пробудет и сама выедет. То есть ничего не подгорит, не перегорит. И это здорово. Вот бы дома такая была. А то я пытался несколько раз пиццу делать. Постоянно какая-то фигня получается. Либо недожаренное тесто, либо пережаренное. Либо слишком много начинки. Не умею я пиццу делать. Так, дальше. Вот это делюкс пицца. Прямо похоже все ингредиенты. Специальный соус. Давай. Далее моцарелла у нас идёт. Пеппероничи. Дофига. Это будет прям насыщенная пицца. А специальный соус я ж положил. Добавьте для начала соус. Так я ж добавил. Ладно, странно. Грибы давай. Следующим у нас идёт лук. Я даже помню, где он лежит. Офигеть. Зелёный перец. Люблю зелёный перец. Бекон. Это бекон? Это ветчина. Это не бекон. Бекон вот он. Что-то он какой-то... А, он пожаренный. Я думаю, что он такой красный? И гамбургер. Что, кто такой гамбургер? Гамбургер это что? Котлеты какие-то, да? Шарики мясные. Ну, насыщенная пицца. Но я люблю, когда акцент делается на одном ингредиенте. Не когда сразу всё. А когда малое, ну, тоненькое тесто, тоненькая начинка, что она не вываливается. И прям вкусно. Пепперони для этого подходит идеально. Тоненькая колбаска. Все дела. Дальше. Следующая пицца у нас идёт. Сколько я должен работать здесь? Слушай. Сколько мне будут платить? До четырёх дня. Да, получается? А. Вы не выполнили сегодня достаточно количества заданий, чтобы получить свой заработок. Вы офигели? Я сделал несколько пицц. Хотя вы покормите меня. Жесть. Они даже... Ну да, я опоздал на работу на два часа. Ну, подумаешь. А кто в этом виноват? Я не виноват. Я только приехал. Ладно. Давайте подойдём к тому... А где мой дом вообще? Это мой парквест. Давайте подойдём к челу. Спросим, что ему надо вообще от меня. Может, даст каких-то заданий, чтобы я денег заработал. Харви. Да. В чём нужна помощь? Просто небольшая работа. Ничего криминального. Вам интересно или нет? Ну... Что я могу сделать? Ладно, слушайте. Какой-то подонок недавно ограбил мой почтовый ящик. И я догадываюсь, кто это. Хорошо, что ты хочешь, чтобы я с ним сделал. Я не очень хорошо умею красться. Но ты выглядишь как парень, который может найти способ вернуть мои вещи. Этот мошенник живёт в старой лачуге, недалеко отсюда, рядом с Кастлером. И как, по-твоему, я должен ему противостоять? Вам лучше проникнуть в дом, когда его нет поблизости. Он проводит день в доме, а ночью рыщет вокруг. Как только стемнеет, заходите и выходите, и он вас не увидит. Хорошо, я могу позаботиться об этом. У вас есть что-нибудь, с помощью чего я могу попасть в убежище? Случайно нажал. Хорошо. 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 Так, нужно найти дом какого-то чела за городом. Как-то до него... А у меня машина есть, слушай. Иначе как я буду чела искать? Да и карты вроде бы нет. Есть карта на телефоне? Музыка. Жильё. 96 тысяч долларов. Неплохо. Погода. Солнечно, 17 градусов. Банк. Да, 29 баксов у нас на счету. Агенда. А, это просто наши, получается, заметки, да? Чё за Джейд? Прошлой ночью, лоу, проснувшись утром, я не сразу вспомнил, наверное, половину того, что произошло. Ты убрался на том столе для блэк... Ты убрался на том столе для блэкджека. Каким-то образом я вернулся домой в свою кровать. В любом случае, как твоё новое место? Надо будет навестить тебя, как только закончатся все эти дорожные работы. Я уже сто лет не был на западной стороне. Мне карта нужна. Интернет. Это какое-то казино, Лоусон Моторс. Здесь машины, видимо, можно будет покупать. Фурнитура различная, офигеть. Убежище. Ночной клуб. А карты-то нет. И на М она не нажимается. То есть придётся методом тыка искать. А это моя машина. А как ехать? Она не едет. А, на стрелочке, офигеть. Ну окей. Я могу куда-то поехать, конечно, но куда? Так, давайте, пока ночь не наступила, попробуем посмотреть, что есть в городе. Главное, что я научился пользоваться машиной. Могу ли я сбить челов? Ой, прости. А, можно... Можно сбивать челов, и тогда тебя оштрафуют. Но делать этого не стоит, конечно. Ещё я машину помял. Не думал, что в игре есть система повреждений. А она есть. Жесть, чел. Вот это у тебя ряха, конечно. Сколько же в неё поместится еды, а? Я даже завидую тебе. Я даже завидую. Люблю еду. Так, что у нас? Мега-паун. Чё у нас тут? Давай зайдём, посмотрим. Так, дружище. Опаньки. Тут всякие... Слушай, это ломбард. Повняташ ломбард. Можно покупать ботинки, трусы. Зачем мне трусы? Не, как бы понятно, для чего, но в игре... Лом. А вот это мы возьмём. А вот это может пригодиться, чувак. Если мы собираемся ночью на дело, лом пригодится, очевидно. Что за дверь её? Закрыто. Давайте ещё посмотрим, что в городе есть. Лом. Это хорошо. Может быть, тот чел и говорил про лом? Сколько время сейчас на часах? Четыре. А сколько темнеет? Сейчас какое время года? Я не знаю. Раз все в майках ходят, я думаю, весна-лето. Так, на другие работы пойти пока нельзя. Прыгать я не умею. Вот это отстой. Я не могу перепрыгнуть перила. Стоп, а всё-таки может есть карта? Ещё раз. Агенда, банк, джобс, интернет, слоты, погода, настройки. Придётся искать ночью. Ладно, найдём. На тап тоже карта не открывается. На ай тоже карты нет. Может её купить нужно или что-то в этом духе? Это здание закрыто. Так. А чё у нас тут? На заднем дворе. Может, чё-то найдём? Let's romp. Может, в мусорках можно покопаться? Нельзя. Короче, выйдем на эту дорогу или на ту. И до чего-нибудь доберёмся. Вон ещё, смотрите, та машина меня сразу привлекла. Ещё мы когда пробегали в том месте. Я подумал, что здесь что-то может быть интересное. Но пока, видимо, ничего, друзья. Это суперранняя версия игры, и она со временем должна развиваться, если я правильно понимаю. Короче, пошли вон туда заглянем. Туда вроде можно было зайти. Вот сюда, я имею в виду. Да, и посмотрим, что это за здание. Что-то можно сделать. А, вот это здание, да? Перепутал. Так, чуваки, разрешите пройти. Банковское дело. Оу. Это убежище бездомных. Бабуся, ты же в доме. Ты не бездомная, у тебя есть дом. Кстати, довольно-таки неплохой. Оу. Ребятки, ребятки. А чё это у вас тут затуса такая? Я лёг на кровать бомжей поспать. Сколько времени прошло? Вроде бы немного. Чувак, ну ляг ты на кровать. Ну, у тебя же есть. Это, короче, не притон, друзья. А это, ну, общественное заведение для нищих. Возможно, это бабуля, типа, варл-балонтёр. Не, молодец, бабуля, правильное дело делаешь, конечно. Нужно антисоциальных личностей приводить снова в социум. Чтоб они работали на заводах и улучшали жизнь нас. И вас, и всех нас. Да, и свою тоже при этом. Так, Катлер юзат поддержанные автомобили. Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим, что за машины тут продаются. Ух ты, ничего себе. Это же она самая. Из Рыцаря Дорог вроде бы, не помню. Фаербёрд? Не помню название, по-моему, да. Красотка. В полной версии игры Denizen есть различные автосалоны, где можно приобрести и настроить различные автомобили. BMW. А это Audi. Я подумал, BMW. А это? У тебя шея не свернётся? Красотка. Что, если она медленно поворачивает? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Киборг. А это мой клон, да? Лады. Кофе можно попью? Микроволновку можно батончик положить. Ха-ха-ха-ха-ха. Он, по-моему, задымился. Это хорошо или плохо? Ха-ха-ха-ха. Ладно, будет вкусно. Съесть можно? Класс. Ха-ха-ха-ха. Перекусили. Ладно, погнали. Сядем на машину. Проедемся вокруг города. Это только один из районов, если я правильно понял. Районов гораздо больше. Вот мы и поищем ту самую избушку за городом, в которой тусуется тот чел. И заплатить нам должны за эту грязную работёнку. Хорошо. Так, почему на стрелке? Почему не на WSD? Это ж суперудобно. Смотрите, заправка. Так, ну заправлять я, наверное, не буду машину пока. Так, ремонтные работы у нас тут, да, происходят? Об этом шла речь. Да, 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 да. Пока я туда проехать не могу. И заправка пока работает, но дальше я уехать хотел бы, но не смогу. Погнали тогда... И слева тоже была заблокирована. Погнали тогда в другом направлении. Тихо, 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 тихо. Нормально. Других авто пока нет, поэтому я чувствую себя вполне себе вальяжно на дороге. Уже хочется, чтобы обновы почаще выходили для этой игры. Мне такие всегда нравились, где ты просто живёшь, что-то делаешь, что-то зарабатываешь. Так, а это не тот дом случайно? Ну-ка. А чё, куда? Ладно, давайте поодаль встанем. Я не знаю, почему меня телепортировало дальше. Если нам нужно сюда. Тут тоже ведутся дорожные работы. А, нет, это не дом. Слушай, это... Уходите. Прочь. Непотребляемый предмет. Двигать тоже нельзя. Он, видать, автоматически будет использоваться. Слушай, может он... А я не могу камерой крутить, да, к тому же? Посмотреть, справа может его дом или слева. Но зато пока ехали, искали. Уже и стемнело. О, смотрите, там дальше город идёт. Офигеть. Жаль, закрыт пока ещё. Лейквью. Стоп. Друзья, это всё-таки был тот самый дом. Посмотрите. Офигеть. Это всё-таки о нём шла речь. А я-то думал. Ну что, давайте заходить. Ёлки-палки. Надо было просто ночи дождаться. А вот и упаковка. Ну что, тогда уходим. Странно, что чувак здесь вообще живёт. Ну а тот чел сказал мне, что будет находиться где-то рядом. С этой хижиной, если у нас всё получится. А у нас всё получилось. Но того чела, который просил найти вещи, я тут не вижу. Давайте возвращаться тогда в город обратно. Это наш дом. А, это Витапица. Подожди, наш дом тут. Я всё перепутал, как всегда. Ну что, заходим? Чел, не дай бог ты скажешь, что я сделал что-то не то. Надеюсь... Да, у нас отличный день. Э. А денег, да? Он дал денег. 124 бакса. Ой, дружище, спасибо тебе. Это нормально. Вот это, я понимаю, работа. Вот это хорошо платят. Давайте подниматься наверх. Нужно в душ сходить. Нужно воды попить. Покушать в туалет. Все дела. Какая из этих дверей моя? Я не помню, где я живу. Офигеть. Я не помню, где я живу. Вот тут. Закрываем дверь. Так, первым делом надо сходить в душ. Ну всё. А как воду пить из умывальника? Я хочу попить воды из умывальника. И в туалет бы я сел. Не получается, друзья, что-то. Не знаю, почему. Двери душика тоже не открываются. Можно его только включить. И какое-то время он будет работать. Ладно, тогда ложимся спать. Спать. До какого времени? Я не знаю, просплю. Который час, подожди. 22.18. А как спать? Что-то я не сплю. Может быть, я не устал? В туалет я хочу. Да тоже не могу сходить. Странно. Давайте сушу тогда разогреем в микроволновке, я думаю. Это будет хорошая идея. На 10 секунд. И главное, чтобы дымиться не начали. Не должны. Да. Это не шоколадка. Шоколадка задымилась. А вот суши нормально. Разогретые. Ух. Нужно, чтобы синим было. А что я выпил воду тогда? А, еле-еле восполнилось. Офигеть. Офигеть. Я могу посветить фонариком на умывальник. Но это ничего не дает. Итак, персонаж почему-то отказывается спать, отказывается пить. Хотя игра говорила, что можно из раковины пить. Я решил съездить на заправку. От нефиг делать. Посмотреть, что здесь вообще и как. Можно ли заправить топливо. И можно ли зайти в мини-маркет. Который обычно расположен на заправках. Ну, все мы такое знаем. Все мы с этим сталкивались. Давайте попробуем. Блин. И правда можно зайти. Это здорово. Но оно и понять можно, друзья. Игра в раннем доз. Ну, ранняя версия. Демка. Поэтому что-то еще не работает. Что-то еще не допилено. Но потенциал, конечно. Хороший. Буду ждать обнов. Так, а что у тебя из еды тут есть? Какие-то всякие лотерейные билеты. Жвачки. Суши. Так это получается и есть местный продуктовый магазин. Осуждаю, кстати, жестко причем. Лотерейные билеты давайте. Почем они? По 5 баксов. А самый дорогой сколько стоит? Они все по 5. Можно закупиться лотерейными билетами. От нефиг делать и побаловаться. Так. Всяких разных купил. Может, что выиграю, а? Как считаешь? Ну и давай выпьем какой-нибудь протеиновый коктейльчик. Почему нет? Ну шо? Дорогая моя, смотри, как я буду сейчас пить коктейль у тебя на глазах. Во-первых. Во-вторых, я буду разгадывать билетики. Так, так. О! Бакс. Класс. Даже не окупилась. Изумительно просто. Дальше. Два таких. 10 баксов. Отлично. Два билета уже окупились. Может, в плюс выйдем? Один бакс. Нормально. В плюс пока не выходим. Два еще таких у нас есть. Плюс доллар. Плюс 5 долларов. Да уж. Че еще? Аааа! Где деньги? Класс. Ноль денег. Ты меня развела, что ли, на бабки, а? Я не понимаю. Ты меня жестко развела на бабки. Это оборотная сторона. 50 баксов бы выиграть. Было бы здорово. Но это невозможно, мне кажется. Шанс 0%. Да, я не могу выиграть денег. Ну ладно, друзья. На этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Жаль, что игра еще не допилена. Надеюсь, будет что-то стоящее. Ну а пока на этом все. До новых встреч. Всем удачи. Пока. И счастья вам, друзья. Берегите себя. И кушайте печенье с чаем. И котлеты с помидорами. Помидоры это очень вкусно. Пока, друзья. Пока.